Лайк. Хорошо, спасибо большое. Можно сделать следующую цитату. Еще. Дальше. Так, все, вы здесь оставьте пока. Как вы думаете, каково должно быть положение духовного учителя или гуру по отношению к учению Шривы Галупады? Или не просто у вас в прошлом, у вас какие-то мысли есть. Каково должно быть отношение духовного учителя к учению Шривы Галупады? Уважительно. Это на критеральной странице можно тоже будет пометить. Уважительно. Так, нужно больше как бы раскрыть чуть-чуть. Абсолютное приятие. Если у них будет кто-то менять, тогда он уже духовный учитель. Ага, хорошо. Тогда откуда получает духовный учитель? Не совсем точно. А от GBC? Кого представляет? Шривы Галупада. Совершенно верно. То есть понятно, да? Главное очень простое. Отношение духовного учителя к учению Шривы Галупада должно быть его основой. Да? Должно быть его жизнью. Он должен жить этим Шривы Галупады. В главном месте находится Шривы Галупада. А какое отношение духовного учителя и вертик Шривы Галупада должно быть по отношению к руководящим структурам ИСКО? Такое отношение, как Шривы Галупады. Почему? Потому, что Шривы Галупада должен быть смелее. Хорошо. Так, еще, еще больше, смелее. Давай я вам другой вопрос. Представьте, что в ваш город приезжает Ваш духовный учитель. Ваш президент Ядры, или руководитель совета, сейчас праздноваю советы, говорит, что не нужно решать его так, как вы его духовный учитель. Ваш. У нас еще другая история. Если ты должен заниматься вот таким служением, кого вы будете слушать и почему. Спасибо. Учитель гурица приезжает в нашу руководитель из института. В каком направлении есть диалог? Он просто сказал, ты делай сейчас, взять книги и идти их распространять, просто ничего не делать не надо. Президеть краму на ходу, просто строить забор, это на две недели. Громче. Хорошо, не началась замена, просто нету, только вы имеете кирпичи этих у вас. Делать на месте, рабочих нету. Хорошо, но там много разных кирпичей, просто на полгода. Здесь, да, здесь очень ясно, например, красиво. Я говорю, я говорю о конфликте, когда гуру дают совершенно другие на столе, или дают ваше руководство. Разные направления. Вот вы как ученик, да, вот вы оказали такую ситуацию странной, Дигар Шахте, что делать? Надо писать бюру, если они не получаются, так будет. Если вы написали бюру, я все понял, ты все понял, не только то, что я тебе говорил. Вообще, вот сложная ситуация, да? Придавьте себя. Как ряд ли у гуру будет так говорить это дело? Знаете, разные случаи в истории госклон. Я могу привести кучу историй, где так происходило. Можно попросить президента, чтобы они с тобой, да, как-то поговорили. Так, хорошо. Кто? То есть, в крайней периоде, простите их как глаголу. До свидания, да? Так, кажется, у нас собственность жизни, хорошо. Вы считаете, кто? Джи Би Си. Джи Би Си. Хорошо. Спасибо большое. Тут не какой-то ответ, а я вам хочу сказать. Потому что вот так нельзя сказать, вот так вот и все. Ситуация очень гибкая, очень дискуссионная. Зависит от разных отношений, с разными личностями с духовными учителями. Естественно, первое дело это прояснить. Нужно как-то, чтобы руководство с духовным учителем, как я говорила, не доходящийся с руководством и так далее. Какая-то лояльность, гибкость. Но ситуация была правдой в жизни. И самый неправильный выход из ситуации всегда, это просто какую-то такую жесткую позицию занять, и разрушить отношения. Правильный выход это всегда диалог. Всегда дискуссия. Начать сообщение. И там, скорее всего, какой-то правильный вариант переродится в результате этой дискуссии. Согласны, да? Да. Так проще всего это. Ну и сейчас мы разобьем. Сам читали Махападху, от тела нашего сотрудничества. Он был Кришна. Сотрудничество очень важно. Нельзя думать, у меня выдающиеся способности. Я могу это сделать сам. Нет. Как на сотрудничество мы можем делать великие дела. А объединившись, мы мысли в пользу пойдем дальше. Так что с решимостью развивайтесь сознание Кришны. И Кришна будет вам помогать. Он сильнее всех. И тем не менее мы должны действовать сообща. Парабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб Как это так? Иногда бывает, как дети просказнял, что Прабабада не хотят сотрудничества. Если вы вспомните все настроения Широ Прабабады, особенно последние, о чем мы говорим? О сотрудничестве. Постоянно готовят GBC. Вы должны сотрудничать. Это разум. Это проявление разума. Почитайте книгу Рамины Савангу, Широ Прабабада «Чаря издаватель». Живым светом Рамины Савангу пишет, что Бахтин проявляется в сотрудничестве. На самом деле, это всё. Это принцип санкетовый. Принцип санкетовый, да? Принцип футбола. Вот простой пример привести, чтобы забить гол. Я сам всё делаю, обычно эти все сами потом и туда. Но за мной пас. Когда вместе команда, есть такая аналогика, есть статейня, несколько рисков пасов, гол всё, везде забивается. Можно сделать это вместе. Если каждый сам в себе играет, все распадается, цели не достигнуть. Идем дальше, следующее. Кто-то прочитайте, пожалуйста, вслух. Глава о поведении преданных, которые служат Иисусом, в качестве Дивша и Ишиф Шагуру, исходя отмечения Шилы Краупады, должны быть обрабатываться. Ишиф Шагуру дает выполненные справления и обновения о применении Шилы Краупады и Гурсанам. Дальше. Сиг Шагуру дает выполненные справления, обновения, сказания, посвящения, духовное имя, областей, придет к квалифицированному члену Священной Манте, Гаянии, если воздушение Шилы Краупады и Гурс Бараха. У меня такой полный интересный вопрос. Как Вы думаете, JBC, орган JBC, руководящий орган Респонд, может отклониться от Шилы Краупады? Нет. Если не может, почему? Если может, почему? Пожалуйста, пожалуйста. Дискуссионный вопрос. Обсудите эту тему. Решают все вместе. Приходит видит умнение. Хорошо, спасибо. Они в основном следуют наставению Шилы Краупады? В основном я услышал. Есть какой-то процент, где не следует. Как правило. Их не может. Давайте еще раз. Почему они могут, все-таки, коррекционеры, а Шилы Краупады? Или они не могут? Водолицы будут в душе, а не поймут впадать в мир, а в члене, 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 а в члене. Шилы Краупады является источником, если не является энергией, хотя источник для энергии не отличен, но поднимается, что энергия – это всегда погладитель. Нельзя погладить на энергию. Энергия не может погладить. Не могут все погладить. Да, хорошо. Я понял. Спасибо. Понятно. Да, ты бы сэк. Абх. Абх. Я понял. Спасибо. Понятно. Да, ты бы сэк. Абх. 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 что хотят собрать другой орган, состоящий из старших предков, саньясик, духовных учителей, учеников, шилдолбады, которые не будут сами членами GBC, но не узнают обратную связь на работу на резюме GBC, чтобы те могли как просто сами обсудить, если что-то тут и в ту сторону идет. Это очень разумный ход. И будет другой принцип президента в истории после ухода в Голубаде, когда президенты храмов все в Южной Америке собрались и мне подарил этот сбор, он не доверил GBC, что GBC самому пришлось пересмотреть и поменять некоторые риски. Понятно, да? То есть такой механизм достаточно очень глубокий и не совсем простой. Следующий, пожалуйста. Сейчас нам нужно будет разделиться на группы. Полно 10-12 человек нужно заставать смело с места и меняться. Время или нету, да? Ну, мы затянем еще минут на 10-15, может, или 20. Ладно, тогда у нас обметь всегда. Я понимаю, что за меня надо меняться, садитесь. Очень сильно происходит выделение от желудка. Мы просто обсудим этот момент, не будем показывать в церкви, это просто заняло достаточно много времени. Давайте просто обсудим первый вариант. Неправильный способ решения ситуации, когда наставление данным местом руководителям администрации схода расходится с наставления в ГУРУ. Это то, что мы с вами перевели, да? ГУРУ – это одно наставление, а администрация – другое. Как неправильно можно решать этот вопрос, пожалуйста? Примеры приводите. Можете жить и без имен неправильно. Конфликт между руководством и черепаха. То есть, я не верю на руководство руководства, да? Не я в год был раз говорил, не я в год был раз говорил, сами строите свою стену. Хорошо. Так, еще. Примеры в новую движение, а не завет. Да, вообще, да, мы с Лайдовой войсей, как вы, сам придёшь, сам себе в грязь. Там же. Еще раз громче. Путешествовать из ядро в ядру. Как это неправильное решение конфликта между ГУРУ и руководством? То есть, оставить ядро. А, то есть, все, руководство неправильно. До свидания, я уехал. Хорошо. Хотел поставлять ГУРУ, президент, право, в ГУРУ. ГУРУ, ГУРУ, наверное, сказал, да, вот так вот. Так он, пусть и не право. Верная погода, да? То есть, направляем. Защищаться словами ГУРУ. Так. Я спрашиваю, ну, мы заключали, в принципе, в практике, я знаю, как делать. Это как неправильное, да, руководство? Хорошо. Где-то так можно так положить. Спасибо. Подходит. Ты хотел? Что так? Хорошо. Хорошо. Еще какие-то есть варианты. Может, кого-то были в Эстонии такие. В практике сознания Кришны можно кратко поделиться. Городка только. Надо дверь прикрыть, потому что... Все прокучали. Хорошо. А так вот, какой правильный способ решения ситуации, когда наставление данным местным руководителем администрации расходится. Сколько расходится с достоверениями Дихши ГУРУ? Обратиться к тому, что стоящему он говорит. Сейчас вы видите. Так. Там, сзади была рука. Да. Обратиться к кому? ГУРУ? Сесть за стол приговора. Так. Диалог. 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 Всегда. На смирение. Да? Согласны? Всегда настроение смирения. Не только кто-то прав, где мой дух, он учитель, где ведут руководство. Это смирение позиции ученика всегда. Какая-то ситуация. Это сложная ситуация, согласитесь. Доставили ГУРУ, руководство расходится. Ситуация сложная. Поэтому, чтобы узнать, что ситуация первая, это нужна позиция ученика. А дальше что? Смирение, говорите. У всех все правильное направление выслать. Да. Можно. Почему нет? Это всегда. Спасибо. Еще, еще. Ну, хорошо. Диалог. Так, еще. Диалог. 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 На 31-ой странице можно это получать. Тоже приедется. Еще. Диалог. Спасибо. Так, еще. Еще. Есть варианты. Диалог. Может оказаться, что вопрос не во всем инфлядировал. Значит, обязательно нужно эту ситуацию прояснить и детали-то рассказать как-то. Почему так было? Диалог. Поговори с наставником. Я хочу еще сделать маленькую ламочку. У нас в учебнике есть приложение номер 8. Можете сейчас вам не открывать? Просто запишите номер 8. Эти приложения имеют также обязательное к прочтению для получения посвящения. Это документы составлены на GBC. В частности, Шрила Гератина Свами Махараджи. По организации двух видений руководств войсков. Духовная линия. Духовные учителя, гуру, доставники, шикши гуру. И административная линия. Кто? Президент Храм, Совет Геатра, региональный секретарь, и так далее. А отсюда у меня цель ситуации понятна, да? Здесь все решается. Тут уже просто все. Другой вопрос у меня к вам. GBC. Он является представителем духовной линии руководства и административной. А давайте и варианты почему. И то, и другое одновременно. Почему? Потому что он может принимать решения после обсуждения и сделает так, очень строго, административно, чтобы это решение не было принято и на места входа. Хотят они это принять. То есть они принимают решения после обсуждения и делают так, что это решение будет принято во всех ядрах. Хотят они это принять. Я могу сказать, что о многих региональных GBC мы не знаем. Особенно в России. Все эти региональные решения просто не долетают на нас почему-то. Так происходит. Это реальность такого. Так. У нас ведь духовная и административная сентябра в России проводятся в нашей стране и в нашей стране и в нашей стране и в нашей стране и в нашей стране. Угу. Хорошо, спасибо тебе. Сейчас, сейчас. И какой третий? Три слова. Административные, духовные и сокровенные. Секрет битков. И как это относится, что GBC он какую линию воплощает? Угу. Хорошо, спасибо. Еще одним из них. Последний. Угу. Что ты говорил? Правда. Угу. Спасибо. Поехали. Еще сейчас подумаем. Угу. Интересно. И они советовали. Я вам сейчас скажу правильный ответ. GBC не является ни духовной, ни административной линией руководства. Он находится над обоими линиями. Он умеет как духовные полномочия, так и административные полномочия. Естественно, слово «надоходные полномочия», как их можно получить, это сложно понять, это глубоко дискуссионный вопрос. Но тем или иначе GBC является над обеими линиями руководства. Он вмещается на руководстве, тоже дороже, когда он в линии, но этого недостаточно, он не просто себя вмещает, он находится над административной и духовной линией. Это Верховный управляющий орган Движения ИСКОН, организованный шевел правопады и являющийся самим правопадой. Дальше следующий слайд. Посчитайте кто-то вслух, пожалуйста. Говорят, что им не нравится лифтон и GBC, они действительно учителя. Потому что подписчики говорят, что им не нравится как верить в мою указание. Это означает, что им нет веры в мою указание. Это означает, что им нет веры в меня. А это гумафаразка. Говорить что они верят в меня просто не вance. А как вы думаете, чем отличаются духовные учителя в ИСКО и других организациях? Дикше, шикше, гуру, неважно. Скажем, Голдеман, какие-нибудь Мадласа продающиеся продали. Какое отличие между духовными учителями в ИСКО и духовными учителями в других организациях? Учителями, которые учителями в ИСКО и духовными учителями в ИСКО. Другому учителя более отличную духовную учителями в ИСКО и духовные учителями в ИСКО. А какое учителями в ИСКО получают посвящение Дикше и ИСКО? Какие блага? Миссия про выйти, про прочитание, защита солнечного исхода. Это та тоже есть, это уже были авторитетные. Еще такие варианты, какое блага мы получаем. Мы получаем все, что есть на работу, уже в этом обществе. Согласны? Да. То есть ресурс общества, безусловно, которое наработает опыт, книги, исследования, шикша. Огромные-огромные возможности получения различных шикши разных учителей. Мы получаем максимальную гарантию от шикши. Хорошо. Такой вопрос. Как мы должны относиться к духовному учителям, скажем «Гоня Батх». Вот мы видим. Еще. Хорошие соседы в высоких заборах. Хорошие соседы в высоких заборах. Это положение? Так. Нет, просто… Никак не относится. Никак не относится. Это тоже хороший вариант. Хорошо. Другой пример. Двое администрации в храме. Приехал духовный учитель с Галдиомат. Их можно, прочитавшим и Балду на неделе. Можно, можно. Это решает. Давайте руку в руку. Руку давай, руль в руку. Потом вы сдавите. Я не знаю, мне не здесь подружать. Но, конечно, говорили, что мы встречаем, мы поражаем им полное почтение, полное просадок, но никаких экземпирекций. А, о каком ты говорила? В русском доме, в старом русском доме, про всю картику проводили исследование. А, сдали, сдали. Значит, я так предполагаю, что ничего плохого. Хорошо. Спасибо. Еще? Сложение на дистанции. Сложение на дистанции. Сложение на дистанцию. Сложение на дистанции. Да, мы с вами расскажем, что, если не было, они не с ней, забывали, после по эй, там, было. И, ну, ты забыли, эти детки, от того как радость погнали, значит, сейчас, когда они вернулись туда, если дикулбане, на всплывали бы, в директора, скорее, все упадало, разденело, как он вообще может быть. И, обещаю вам, какие, то, что он будет спорить, что, например, В региональной отчаянии в нашем регионе это абсолютно запрещено. В региональной отчаянии это что такое? Если оригинальный секретарь есть аригинальный секретарь. Я понял, что в региональной отчаянии это не разрешает вообще. В региональной отчаянии в нашем региональной отчаянии. Давайте посмотрим, что нам пишет цитата группы, а дальше. Дальше. Теперь читайте. Кто-то почитает вслух. Лучше слушать уполномоченных личностей. Таких как Ваш Вуховный Учитель. И опытные Вуховные Братья. Но никогда не пытайтесь слушать того, что есть в нашей фанатуре. Подолгое слушание. Просто трата времени, а потом опять придется исправлять общественность. Дальше. Я получил твое письмо 3 сентября 1975 года. Содержащие сообщение о Ван Бор-Уханаджи. Итак. Я издал распоряжение, чтобы все мои ученики избегали всех моих духовных братьев. Точка. Дальше. Им не следует иметь с ними никаких отношений даже к переписке. Также не следует давать им мои книги или приобретать их книги. А также не следует посещать их программы. Пожалуйста, остерегайтесь их. Очень. Очень. Да? Мы не следовали, конечно, по-настоящему, а если бы мы получали больше, а не растут книги. Да. Да, это было хорошо. Ну вот, в древнеральном поле. Я знаю, что наши постоянно покупают у него книги. Не покупают у него книги. Дальше. Следующая. Да. Ну, просто не знаю еще. Дайте ученик искон. Его можно встретить, как гостя. Приехал, пожалуйста. Если вы приедете в один из наших центров, угощайте его просадом. Прочитайте, как старшего Вайшнала, он не может пропоедить или давать левицу. Если захочет провести левицу, вы можете сказать ему, что по расписанию есть уже другой ректор после всех. Так что у Прабхупада, для них такие варианты, это можно ловить. Конечно, что Прабхупада до последнего хотел сотрудничать с своими духовными братьями, но они не принимали. Вот до последнего пытался, присобирал, они все очень-очень ловили, очень негативно к этому относились. И более того, я вкратце расскажу, это главный фильм для вас. История о конфликте и сконы и силы Нарайдана, активенанты Нарайдана Махаража. В чем случилось? Ну ладно, слышали, что были некоторые недопонимания в этих отношениях. Нарайдана Махаража. Почему это произошло? После ухода Прабхупада, многие ученики, старшие, они стали примерящими искать у старших Вайшнала, братья духовных Широпрабхупада, в примере сети Мазарайдана Хачая, это возникло так же от них, оттуда пришло. Они это подсказали сделать. И многие стали ходить и слушать Нарайдана Махаража. Они слушали, потому что так далее, кто-то говорит, что не только он похож на Широпрабхупаде, кто-то видел него отражение Крабхупаде, но и он, реально, Махарад считал себя Шиша Гуру Широпрабхупада. Если вы видите их на кентерах, они всегда говорят в программе Махарда «Дам, ау, вишну, падай, Широпрабхупаде» и духовно считают на Махараджу. Потому что он всегда говорит, что Широпрабхупада будет Шиша Гуру, пострадает ему. Здесь маленькая отличие. А они говорят «Бахтидата с вами всегда». И вы будете «Бахтидата с вами Махарадж». И вы будете это слышать, и вы будете лепить в ухо. В другой момент, Широпрабхупада хотел стать Шиша Гуру для всего Скорды. Но многие духовные учителя не приняли его так и было. Они сказали «У нас есть уже Шиша Гуру для всего Скорды». Это кто? Широпрабхупада. И они почувствовали, что он хочет стать на место Прабхупады. И в этот момент, уже в 90-е годы, они отказались от его Шиши. Тогда Махараджу очень сильно разозлился, и он стал давать реинфинициациям учеников наших духовных учителей. И мы знаем из родителей, что реинфинициация – это что? Оскорбление. В Кришна Карнапуле, я не помню точно эту книгу, описывается, что когда есть старший Дикши Гуру, например, Утама Атьякари, и есть Дикши Гуру Канишка или Матьяма, если младший Дикши Гуру запрещает своим ученикам общаться со старшим Дикши Гуру, тогда такой Гуру является завистником, и ему нужно ответить и предпосвящение Утама Атьякари. Целестная эта цитата была реинфицией последовательных учителей, так как наш духовный учителя погиб Канишка Атьякари, начинающий прелик, в будущем хиписе, «Она Атьякари, а там Атьякари». Что Вы скажете на такой аргумент? Как Вы ответите? Он говорит, нужно получить посвящение, «У нас тут Атьякари, а в Атьякари вообще все еще нет». «Буховные учителя Исклона все включили в ситуацию силового упада, являясь появлением силового упада сейчас. Поэтому они…» А все понятно, но они все-таки не силового упада. «Они являлись как минимум на уровне мадем Атьякари. Он тоже не может принимать его упадения». «Они являлись как минимум на уровне мадем Атьякари». «Они являлись как минимум на уровне мадем Атьякари, он уже принялся в предыдущем его упадения». Супер. Спасибо. Смотрите, еще, чтобы вас подкинуть, а в чем здесь подвох? Вообще, вот в этом посыле, в чем здесь подвох? Где здесь? Да. В том, что кто-то хочет вызвать путь Таума. О, верно. А кто рассказал, что он является у Таума Тикай? Это надо доказать. Сам по себе заявил. Понимаете? То есть, кто объявил квалификацию на ранних разах, как у Таума Тикай? Сейчас мы не будем его оскорблять, как у старшего ишнафа и так далее, но в защиту нашего движения мы должны что-то делать, мы должны какие-то аргументы иметь. Вот даже с главными положениями к ним относиться, но также мы должны понять, кто объявил квалификацию у Таума Тикай? Вы понимаете, насколько это высокий уровень у Таума Тикай? Да? Еще? Дальше. Да, спасибо. То есть первое, что мы понимаем, почему они определили его, как у Таума Тикай? В чем? В другой момент смотреть на Прогович. Это уже другой момент. В чем интересно? Он рассказывает Кришна Билу про Ассавир начинающий преды. Как Швабрабада это называл? Сахаджи. Швабрабада называл это Сахаджи. Когда праздники Сахаджи, они конечно отвлекали, начинают обсуждать духовные глубокие темы. Это бывает по поведению. Более того, если посмотреть на историю Нарая Махараж, его духовный учитель Кешима, он заглядил ему принимать учеников. И Нарая Нарая Махараж получил посвящение у Бабаджи на Радакунде, после этого он стал принимать учеников посвящения. Поэтому мы должны понимать, что, чтобы это не грубо было рассказывать, но это просто Кришна отекали уровень Сахаджи и рассказывать раса Амигу, начинающим преды. Швабрабада так никогда не делал. И в другой момент, Швабрабада преды был именно Махараджи, он общался с Нарая Махараджи долго. И потом он пришел и сделал телесный город. Жбиси попросил, они общаются, он сказал, что Нарая Махараж, он хороший Кадфракар. Здесь только пояс, здесь Кепракар, только просто хороший, плажет, просто сердце тупится. Если хороший Кадфракар, он хорошо Кара поддержать означает, он хорошо будет Кадху, хорошо рассказывать, но это не говорит его духовным уровнем. Махараджи очень замечательный вывод, он говорит, это ни Капрак не говорит его духовным уровнем. То есть просто по Кахе, по Кенгу человеку, вы не можете определить его духовным уровнем. Да это инициация, это уже оскорбление, это уже аппарат. Ученики Шири Прабхады не говорят Бахараджи, а Бахараджи скажут так. Но Шири Прабхаду не особое имя. Сам Язи получает специальное имя. Бахтия это путь. Потом идет его конкретное имя согласного качества. Давайте на примере нашего Бахараджи Бахараджи. Бахтия Бхагалатандыка Кешава Свами. Я просто родил Бхагалатандыку и я сюда. Бахтия значит путь. Бхагалатандыка, конкретное качество. Это книга Бхагалатандыка Санатадыка Свами. Он поколеется Божеством Санатадыка Свами. Дальше Кешава. Третье. Это одно из то имен Саньяси, которое прописано все в Гауде Саньяси, читаю через таблицу. И здесь имен для Майавада Саньяси, здесь имен для Гауи Рождау Саньяси. Это Кешава. Исламы это титул. Он ушел про Бхагалата, у него нет конкретного имени. У него есть только титул. Бахтия Бхагалатандыка. Исламы идет сразу. Это был случай. Такое имя нестандартное для Саньяси. Все удивились. А где его умеют? Обычно говорят Кешава Махарадж, Муни Махарадж, Бам Махарадж, Бон Махарадж. Или такой Махарадж. Саньяси. То есть какое-то есть его имя Саньяси. Потому что у Гауи Рожда не было имени Саньяси. У него был просто титул и бахтия там. Поэтому его часто называли Свами Махарадж. Его духовные братья после Саньяси обращались как Свами. Потому что у него не было имени. И потом все ученики ему правопада дали титул особо правопады. Такое, как у Бахтийнад Сарасвати. Вы знаете эту историю. Когда спросили как вам обращаться. А как-то особенно. Вот вот Вишну Пады и Прабху Пады он сказал. И они решили Прабху Пады его называть. Но они так как у них нет понимания особого правопада. Они просто скажут Свами Махарадж. Бахтийнад Табахарадж. И когда я это слышал. Просто вот так вот с чего тебе. Ах так. Не могу просто. Все. Да? Последнее. А вы сказали, что в России нельзя определить в общем с выделением, чем в Матвекаре. Но есть одно критерие, что у Матвекаря можно всех знать ответы. А если у Матвекаря? Для этого нужно корреть тот, кто тоже лучше всех знает ответы. Понимаете? То есть другую руку Матвекаря можете определить вот там Матвекаря. Нужен кто-то такой. Должно быть общество там Матвекаря, которые подтвердят, дадут, отпечатают, знаете, просто диплом вот там Матвекаря. Самому себя народу там Матвекаря лучше сравнивать. Многие другие духовные братья не принимали на ранних украшек. Да, вопрос очень простой. Если ученик считает себя умнее, и ты не перестрашиваешь угованием духовного учителя, начинает действовать независимо, он тем самым останавливает свое духовное развитие. Давайте еще раз прочитать. Если ученик считает себя умнее, и перестав следовать угованием духовного учителя, начинает действовать независимо, он тем самым останавливает свое духовное развитие. Каждый ученик должен считать себя полной неверной науки о Кришне, и всегда исполнять указания Гуру, чтобы обрести сознание Кришны. Ученик всегда должен чувствовать себя глупцом перед своим духовным учителем. Все читаем, чаритами, это я делила все 72 комментарии. Поэтому, кто бы вам ни рассказывал, что можно было учить посвящение ушей группами либо средствами, у нас уже есть аргументы, это был готовый вопрос, что важно, как он учитель, конечно, антикарий, а важно, как он учитель, у нас тоже есть аргументы, а кто определился, чего. Поэтому нужно определиться наставлению Шилобраубаны и его настроение в миссии, и так далее будет безопасно. Шилобраубана, ки? Шар! Коррекционно. Там, аж достать, у вас есть, там, вопросики.